здравствуйте друзья сегодня расскажу вам о работе над своим этюдом вишневый пирог акварелью с натуры вот такой у меня получился этюд такой вкусный сочный пирог кстати из братьев караваевых кто знает так выглядела натуры немножко не так привлекательно как на картинке но я старалась быть точной фотография во многом не передает впечатление глаза художника поэтому кстати и рисовать с фотографией стараться ее повторить скопировать это мне кажется путь в никуда потому что вы можете использовать фотографию своей работе но копировать ее я никому не советую фотографии намного скучнее реального впечатления вот у меня подходит концу беглый набросок всей ситуации то есть я обозначаю все остальные основные элементы проверяя между ними пропорции вот собственно такая двухчастная композиция тарелка на который лежит пирог не только намечена с одного края я как обычно стираю все весь набросок практически в ноль и продолжаю рисунок то есть заканчиваю его как бы снимая кальку абрис сухой абрис с этого наброска это классический подход то есть кальку можно было бы снимать на самом деле самую настоящую перри потом передавливать ее но поскольку я работаю в режиме реального времени под камерой то все эти этапы я вот заменяю на такие вот упрощенные подходы но тем не менее говорю всегда о том что рисунок под акварель это отдельная проблематика вы конечно можете его свести с фотографией или каким-то другим механическим способом но в процессе рисования вы изучаете натуру прежде чем вы положите краски уже с карандашом в руках многие вещи поймете учтете задумаете да то есть вот на этапе рисунка я бы не экономила то есть рисунок это очень важная составляющая процесса особенно для тех кто учится для тех кто постигает азы то есть пропускать рисунок стараться что-то сделать сразу цветом это в общем неразумно ну а как обычно я начинаю с подкладок цветных вот но я себе могу позволить такой роскошь как вести такую работу от куска таком быть удобным ключе сначала то есть не закладывать окрашенности попробовать сделать какой-то кусочек с учетом и цвета бликов и цвета рефлексов и так далее почему я так поступаю потому что форма сложна я работаю под камеру мне нужно принимать решение молниеносно вот поэтому на маленьком кусочке я делаю свою рот такую репетицию в пол силы то есть я как бы примериваюсь к тому какие краски я буду использовать какой тональности мне будет и поэтому в пол силы тона я делаю какие-то части ну как бы не до конца а вот с с использованием разных цветов но в обычной практике я могу чуть-чуть растянуть этот процесс и как бы немножко попроще выглядит тогда первый этап вот ну а здесь у меня получается цвет теста он такой сложный я напоминаю что я не использую никаких сложных цветов таких охара коричневых то есть все сложные цвета это результат смешения красок вот и цвет варенья здесь тоже я показываю что имеет значение холодный рефлекс на нем то есть само варенье такое вишневое имеет насыщенный малиновый цвет но рефлексы от белой белой среди до среды достаточно холодные и вот это я сразу показываю где-то вот у меня краска поплыла от того что я сделаю заливку сразу рядом мне это совершенно не смущает и даже более того я вообще иду как бы по пути не борьбы с бумагой наоборот содружества многие начинают начинающие боятся акварели за того что они боятся что краска как-то не себя не так поведет бумага как-то не так себя поведет нужно поменьше об этом думать больше думать о том какой тон или какой цвет у вашей краски как она легла это уже второстепенный момент можно всегда вернуться что-то исправить или наоборот принять свою как бы погрешность даже за некое достоинство то есть это такой момент акварель она ведет себя как ведет и нужно просто уметь иметь выдержку не торопиться что-то исправлять срочным образом да дождаться высыхание краски и понять что из того что получилось вы можете оставить а что действительно вам ну никак с вашими планами не соотносится вот ну постепенно вот набирается именно такой подкладочный первый слой то есть я разобралась с тем тоном и цветом основные какой есть у предметов на свету по большому счету вот вообще в этом этюде помимо самого пирога присутствует вот эта металлическая ложка я считаю свои личные как бы своим личным достижением именно ее в этом потому что то как получился в итоге металл достоверно вот это мне кажется основной такой бой в большей степени ценностью этой конкретной работы а не то как вышел пирог потому что пироги я уже делаю не первый раз и примерно понимаю какой-то какие там чередование оттенков цветов и так далее а вот материальность металлической ложки во многом зависит от ее рисунка то есть насколько точно я ее нарисовал как это ни странно но рисунок в акварели намного намного важнее подчас точный рисунок чем цветовое решение потому что если краска даже похожая и точная по оттенку если она легла не свое место тонально то это не будет смотреться убедительно ну вот я начинаю работу по прописи то есть я довожу уже те куски которые у меня заложены оттенки до полной завершенности тональной это в общем не сложно потому что в процессе я смотрю на то чем моя краска которая уже есть в работе отличается от цвета который я наблюдаю в натуре вот как научиться воспринимать эти отличия то сделать более адекватно что ли я в общем этому учу своих очных курсах на онлайн курсах вот если вам интересно вы можете зайти в мой профиль instagram там есть информация в общем то возможности приобретения онлайн курса от меня очень дешевый но очень информативно очень объемного по информации вот его приобрести очень несложно польза вы получите вам гарантирует огромное количество вот потому что там съемка в реальном времени и комментарии гораздо более подробные что ли и как раз я там рассказываю о принципах поиска цвета а не краски ну так вот продолжаем смотреть и рассуждать о том как идет процесс работы над вот этим вот этюдом вишневого пирога здесь я постепенно добираю тональность теста и уже к этому тесту подбираю тональность собственно варенье то есть одно по отношению к другому то есть живопись это система цветовых и тональных отношений как я уже говорил и очень важно не просто попасть цвет и угадать его да а вот эту последовательность как раз и выстроить то есть в зависимости поставить одно от другого как правило это зависимость выстраивается легко если вы понимаете что такое цветной тон а вот и чтобы характеристики цвета вообще по большому счету какие у цвета бывают характеристики как эти цвета между собой взаимодействует где когда в каком ключе вообще это эти взаимодействие надо искать но это собственно говоря есть моя работа я этому учу это в общем-то научиться этому несложно этому при подтверждении работы моих учеников уже достаточно много вот но точно знаю что без вот этого теоретического понимания вы на практике можно к этому прийти но спустя что называется годы а можно достаточно быстро этому научиться если знать некий ключ разгадки чем же краска отличается от цвета вот но и пасти потихонечку мы тут можем видеть как набирается цветной тон и я в общем использую как я уже говорила краски только спектральных цветов и здесь этот набор он такой но очевидный да то есть можно вычислить когда меня часто спрашивают почему и называю краски в общем это бессмысленная затея называть краски то есть это все равно что как учить язык пытаться выучить иностранный язык выучив какое-то количество слов или предложений выучить то как именно я здесь краски положила вы конечно можете попытаться если я вам расскажу но это ничего мне даст очень важно понимать принцип по которому рисующие подбирает те или иные краски в конце концов такое очень близкое к натуре изображение это в общем тоже необязательная история главное чтобы ваши картинки различия присутствовали то есть различия по тону различия по тепло-холодности различия по цветности это все очень важные различия которые появляются по воле художника и творца да они под диктовку если вы будете искать вот эти вот инструкции да вы конечно что-то нарисуете но принципом таким образом вы не обучитесь даже не мечтайте вот поэтому изучайте законы физики цвета изучайте понятийные какие-то вещи и тогда эта вся история не покажется вам такой сложный и какой-то неприступный вот ну а постепенно я тут набираю тональность варенье тут усиливается тон усиливается контраст появляется большое количество бликов клики кстати это всегда белая бумага у меня очень редко я прибегаю к нескольким точкам буквально белил если какие-то блики не смогла там не успела не обратила на них внимание буквально точки основные блики я берегу белую бумагу я не пользуюсь маскирующей жидкостью и в общем не знаю я никому не советую мне кажется маскирующей жидкости какая-то история связанная с работой по ткани это не классический прием она появилась в практике художников акварелистов достаточно поздно и самое печальное то что она оставляет достаточно жесткий такой непримиримый край то есть если вы делаете более иллюстративное изображение то возможно это нормально то есть в этот белый жесткий край как бы он становится частью этого иллюстративного условного изображения если же вы добиваетесь реалистического изображения он вам может очень здорово помешать смягчить его поверьте достаточно сложно вообще в акварели смягчать чтобы это не было намного сложнее чем какой-то другой краски что она плохо размывается и лучше какие-то смягчения закладывать сразу там по влажной бумаге допустим и так далее ну так вот значит у нас с вами уже вся как бы вот вишневая пироговая часть подходит к концу и остается на закуску самый вкусные самые ответственные моменты это вот металлическая ложка с капелькой варенья на ней и вот обратите внимание каким образом я добиваюсь свечения этого варенья то есть это очень очень сильный такой яркий цвет почти что простая такая рубиновая краска и очень сильные контрасты рядом вокруг то есть блик на металлической ложкой я подчеркиваю это белая бумага тень подложкой это очень насыщенный тон который как раз и делает возможным свечение этого блика вот и на самой ложке я показываю эти вот переходы рефлексорные теневые вот эти вот в итоге эти переходы эти отражения и делают нам с вами зрелище металла дата которым говорят ну как вот металл нарисовать нужно какая-то специальная может быть краска вот металл это такая зона где достаточно если это блестящий металл до достаточно сильны контрасты и нужно просто не бояться эти что называется контрасты показывает называть вещи своими именами вот и вот потихонечку то есть ложка она отражает все что вокруг но в каких-то зонах отражение бывает разным добывает очень темного и очень светлым и в силу этого возникают контрасты на самой ложке то есть она по по сути это такое зеркало отражает яркий свет отражает темные предметы и вот эти все контрасты там мы и наблюдаем ну и вот в завершении это какие-то уже мелкие такие доводки отдельных деталей вот ягодка там крошечки все что делает картинку тоже более такой реалистично эти все мелкие точки в общем-то работа подходит концу вот сейчас вы увидите что получилось вместе с натуры вам спасибо за внимание если было интересно и познавательно ставьте лайк подписывайтесь ну и до новых встреч